Привет, Ярослав. Привет. Давай начнём с того, сколько тебе сейчас лет? 16. И ты в каком классе? 10. Я думаю, первым вопросом мы поговорим о том, что ты вообще придумал, как это работает, вообще как пришла идея? Ну, попал я сюда, потому что я написал нейросеть, которая по фотографии вот участка кожи распознаёт, есть ли там рак и ещё 6 других заболеваний. Это твоя собственная разработка или за основу ты брал какую-то другую нейросеть уже существующую? Ну, это моя собственная разработка, но в программировании вообще не принято говорить, что это твоё или не твоё полностью, потому что там до тебя ещё кто-то написал фреймворк, на котором ты пишешь, до этого кто-то написал язык программирования, на котором ты пишешь, до этого кто-то написал там операционную систему и т.д. и т.п. Вот. По сути, вообще моя программа — это мой код, это немножко кода другого человека, который делал похожую проблему, и я ещё соединил несколько датасетов с Кегла, то есть он не чисто кого-то взятый, он как бы совмещенный и комбинированный. И можешь рассказать, как это вот работает на практике? То есть ты загружаешь фотографию или как? Да. Есть телеграм-бот, в него загружаешь фотографию, можно по желанию указать полвозраст и участок, ну, типа часть тела, на которой располагается там родинка или заболевание, и он после этого даёт какие-то примерные предсказания. Вообще, у меня есть как бы точные, но в телеграм-бот я специально не… ну, как точные, ну, как бы более чёткие данные, но в телеграм-бот я специально их не отправляю, чтобы не делать каких-то чётких предсказаний, потому что мне не хочется как бы строить из себя доктора, который может полноценно поставить диагноз. Я просто рекомендую пойти, не пойти, и там говорю примерно, насколько уверена программа. А как она выдаёт результаты? Это в процентах вероятности или конкретный ответ? Ну, вообще, как бы, в целом программа сама выдаёт массив вот из восьми чисел от нуля до одного, но сам телеграм-бот, да, он просто выдаёт, типа, либо что он уверен на столько-то процентов, что это родинка, а не болезнь, либо что он сомневается, либо что он уверен почти, что это заболевание. По сути, это всё-таки нейросеть или это… можно назвать это нейросеть? Ну да, конечно, это нейросеть. Ты её обучал на каких-то реальных сетях? Да, 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 я её обучал на реальных данных, вот на Kaggle, Kaggle – это такой сайт для ребят, которые занимаются нейросетями, там постят всякие университеты, всякие компании, свои данные, и вот я оттуда совместил шесть датасетов, получается, ну, то есть наборчиков данных. Они вместе работают, вместе на них обучилась программа, и вот она сейчас даёт результаты. А известно, сколько пришлось проанализировать, например, нейросети, там, ну, шесть тысяч снимков или там… Я не помню количество снимков, но я помню, что общее количество данных 150 гигабайт, но я не смог все их скормить, не расти, потому что у меня просто недостаточно мощный компьютер, вот где-то половину из них я смог, и то это заняло вот сутки и даже больше, обработка просто. То есть всё это делается на домашнем компьютере. Всё это делается на домашнем компьютере. Вообще главная проблема в том, чтобы обучить. Вот для обучения нужны прям большие вычислительные мощности. У меня такой, у меня неплохой компьютер, но при этом, вот опять же, больше 24 часов заняло обучение. Ну, при этом, когда она уже работает из готовой модели, там нет особых затрат. Ну, именно по твоему мнению, насколько вообще эта разработка применима? Понятно, мы не можем заменить докторов, всё равно, ходите к врачам почаще, да, обследуйтесь, но вот по твоему мнению, насколько она точна? Вот, ну, у меня есть чёткие данные, что где-то 85-90%, зависит от того, там, при каких условиях проводить выборку, какую выборку брать, в общем-то 85-90% где-то точности. Ну, вероятность, вероятность точного определения из семи вариантов. Вот один из семи вариантов с вероятностью 85-90% выбирает. Ну, это довольно высоко получается. Ну, это высоко, да, но всё равно, что нельзя как бы точно говорить. Поэтому она там и делает всякие поправки и говорит, что это не точно, ну, сразу. А почему ты вообще взял эту тему, как этот проект появился? Вообще-то школьный мой проект, и я не знаю, почему он так освещается, но у нас, ну, сейчас во всех школах, как я понимаю, такое правило, что по окончании 11-го класса ты должен сдать свой итоговый проект, ну, как в университете. И по окончании 9-го тоже. В детом классе, ещё до того, как был вот этот весь универсетевой бум, и это стала такая популярная тема, я там писал простую универсеть, МНИСТ. Вот такая, типа, ну, просто как модель, чтобы показать нам возможности. Ну, нормально тогда, я в какой-то конкурс даже, ну, какой-то конкурс с ней съездил. Ну, пятёрку мне поставили, ну, и всё, в общем-то. В этом году мне хотелось сделать что-то более полезное, но на ту же тему, тем более, чтобы проект не переписывать. Ну, просто я оставил большую часть, переделал только практическую. Ну, и сначала вообще идея была с каким-то другим видом рака работать, вот, через КТ. Но, опять же, если ты уже поехал и сделал КТ, то, скорее всего... Ты и так знаешь. Ты и так уже, да, тебе, ты и так уже отдашь его доктору, тебе никуда не нужно дополнительно ехать. А рак кожи, ну, вот его как бы сразу видно, его там легко с родинкой перепутать, если это меланома какая-то или базальная карцинома. Какие страшные слова. Ну, я-то, я-то сам, кстати, мало знаю о медицинской части этого проекта. Это очень поверхностно. Вот, да, легко перепутать. И, опять же, легко можно из дома себя какой-то, ну, поставить неокончательный первичный диагноз. А ты с кем-то из врачей консультировался по этой теме? Или так вот? Google всё, да? Нет, ну, я, ну, наверное, если я буду развивать этот проект, то я займусь этим. То есть ты его сейчас дорабатываешь, и в одиннадцатом классе ты должен как бы уже, что, финальный результат? Нет, я его уже сдал, просто у нас в школе мы сдаём этот проект не по окончании одиннадцатого класса, а по окончании десятого класса, просто чтобы мы в одиннадцатом классе на это не отвлекались. Ну, это правильно. Там другие заботы. Ну, да. А что ты дальше с ним планируешь делать? Или это просто твой пройденный этап, как вот было интересно решить эту задачу? Получится, не получится? Ну, что-то нужно сделать. Что-то нужно сделать. Я хотел бы его развивать, и мне хотелось бы там рядовать серверся какой-нибудь, чтобы нормальную обучить. Тут, конечно, проблема в том, что она, на самом деле, вообще мне невыгодна, и я без понятия, как на ней можно заработать, и без понятия, как на ней вообще кто-то может заработать. Ну, я, конечно, да, хочу его развить и как-то его перевести в нормальный вид, чтобы им можно было пользоваться. Почему в общий доступ ты не выкладываешь? Почему в общий доступ? Я понимаю, только ты можешь его им воспользоваться, попробовать. Ну, может, там знакомый. Ну, я могу вот сейчас показать. Он у меня сейчас включен. Мы сейчас посмотрим, да. Ну, во-первых, я просто не хочу платить за сервер. Это тоже не бесплатно. Нужно, чтобы он на каком-то сервере работал. Ну, рублей 300 нужно месяца давать. Это, конечно, немного, но я как-то ленюсь. К тому же я пока что не знаю, кто ей будет пользоваться. Может, скоро я ее запущу. И я пока не хочу ее запускать, пока она не доработана там на 150%. А в школе кто-то что-то подобное делает вообще? Ну, у других. Ну, понятно, мы не будем там, чтобы ты оценивал своих одноклассников. Просто интересно такого масштаба. У нас много проектов там. Кто-то экологические проекты делает, перерабатывает что-то. Кто-то по математике, геометрии всякие, теоретические. Ну, нет, такого именно рода нет ничего. А аналогичные чат-боты есть сейчас такие? Нет, нет. Ну, я смотрел, нет ничего. Как бы вот есть, на Kaggle тоже пару людей писало свои программы. Но они, во-первых, не приспособлены к тому, чтобы им пользоваться. Они чисто для обучения. И там очень спорные условия выборки. Вот если коротко, то там как бы датасет, он в основном состоит из фотографий родинок. И они запускают эту нейросеть. И она из-за того, что очень перегружен датасет, всегда просто отвечает, что это родинка. Но так как датасет в основном из родинок, и они делают случайную выборку, он просто в 80% случаев отвечает, что это родинка. И в 80% случаев оказывается, что это так. И у них там не очень правильные данные у ребят. Но есть пара хороших проектов, да. Но ни один из них запущен как сайт или как под. Ну, а хотел бы, например, с воронежскими какими-то врачами совместно поработать над этим? Да, наверное, было бы интересно. Что ты дальше планируешь? Вот вообще в этой сфере развиваться? Сейчас школу ты закончишь. Куда собираешься? Куда ты нужно поступать? Я в 10 классе, я пока не выбрал прям четко себе университет, куда пустят по баллам. Но я точно знаю, что хочу математику, хочу информатику. И если пустят на что-то связанное с этим, типа больших данных или каких-то математических, информатических специальностей, то я буду очень за. Ты, наверное, олимпиады выигрываешь всякие? Нет, я вообще не очень хорош как олимпиадник по информатике особенно. И олимпиадная информатика, она на самом деле мало связана с информатикой, такой бизнес-информатикой. И там, в общем-то, нет задач на такие темы. Там больше вот нужно... У меня, во-первых, еще язык не олимпиадный. Для олимпиад нужно какого-нибудь низкого уровня МС писать или чем-то таком. А я вот на пайты не пишу. Ну и да, я не очень просто хорош в решении этих олимпиадных задач. Это очень специфическая область, а такое как отдельный спорт. Как думаешь, вот этот бум на нейросети сейчас, и тексты, и фото, уже и видео они создают, это временно? То есть это пройдет или за этим уже будущее? Ну, насколько-то пройдет, но насколько-то останется. Ну, как бы всегда, всегда будет технология уже, но, наверное, вот такая, чтобы прям вспышка была, она временная. Ярослав, это все очень классно, интересно, но, я думаю, интереснее всего нашим читателям посмотреть, как это реально работает на практике. Вот есть Telegram-бот с уморительным названием. Есть несколько фотографий, подготовил. Давайте что-нибудь мы отправим. Вот, как файл обязательно, чтобы держать. Он говорит, что на 99% уверен, что тут все нормально, это правда просто родненько. То есть он моментально практически выдает, да? Да, но это сейчас нагрузка маленькая, потому что я ему пишу. Отправим ему что-нибудь прямо очевидно зловредное. Вот, меланома такая, запущенная довольно. Похоже на меланому. Очень рекомендую сходить к врачу. И отправим ему что-нибудь такое, неоднозначное. Давайте, вот, например. Не уверен он. Думает, что это базальная карцинома или меланома. Это правда меланома вроде. Ну, я помню, что это что-то, какая-то болезнь. Но вроде это меланома, да. Вот, очень похоже на родинку, но он определяет, что, вот, скорее всего, лучше сходить к врачу и провериться. Но какие-то такие полезные вещи на них можно реально делать. Да, конечно. На практике ты показал, что. Ну, да, вот, можно. Спасибо. Не за что.